Спочатку представники областной городской улады наведали Алкапак, предприемство, резидент свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Тут займаются выпуском закарковочной продукции. 80% ее объема, что годы, где на экспорт. Постоянные импортеры, краины СНД, Франция, Польша. Освоивается и американский рынок. Замоцоваться там будет нелегко. Але это стратегичный накерунок, який в дальнейшем принесе добрые выники. А кроме такого, худка на Алкапаку пошнуть выпуск выработок медицинского призначения. Основная частка до 90% будет экспортоваться. Остатнего хопить капцалкам забеспечить потребы внутреннего рынка. На организацию вытворчасти потратить около 4,5 миллионов евро. Великые планы по нарушиванию экспорту мают и замежные резиденты свободной экономичной зоны. На сегодняшний момент наши предприятия, общие его производственные мощности и объемы выпускаемой продукции, мы вышли на первое место в СНГ по объемам производства сварочных электродов двумя заводами. Основной экспорт белорусского завода – это, конечно же, Российская Федерация. Это страны таможенного союза. Подчас устреча с губернатором, бизнесмены делятся своими проблемами и поспехами. А лискоразная идея, которую выказывали удельники – необходность снижения выдатку на выпуск продукции. И тогда не спотребятся складанные и затратные товаропроводные сетки. Что тычется непосредственно резидентов СЭС, то, не глядячи на обмену некоторых податковых и льгот, свою экономичную деятельность на территории Беларуси лечить выгодной. А у выращения многих проблем сподяются на допомогу керавництва свободной экономичной зоны. Сегодня ситуация в мире говорит о том, что ситуация очень сильно, очень быстро меняется. Мы должны приспосабливаться к этому. Как быстро мы сможем приспособиться, от этого зависят наши успехи. И я думаю, что администрация здесь должна и будет в этом помогать. Дорогие, летость на Гомельшине было открыто свыше 700 новых организаций. У Тымлику амальдзве сотни у вытворшей глине. Большость – у сферы гандлю, а так само ремонту автомобилей и бытовой техники. Далее идут промысловость, бытовництво, транспорт, сельская и лесная господарка. Дякуючи заявлению новых субъектов господарения, прационные места отримали свыше 6 тысяч человек. Марина Северьянова, Валерия Габанько, телерадо и компания Гомель.